Приветствую вас, и я бы хотел сказать в своем ответе, значит, дать ответ на ваш вопрос и задать вторичный вопрос вам. Первое, значит, отвечая на ваш изначальный допрос, это значит, что значит снят блок, это означает убрать страх перед нестандартным поведением для вас. И в этом контексте работа со страхом производится путем осознания причин. Дело в том, что мы боимся лишь того, чего не знаем, чего не понимаем, и того, что лежит за гранью нашего понимания. Попробуйте представить себе две сферы. Одна сфера рациональная, другая нет. И вы, естественно, живете в сфере рациональной. Но живете не полностью. Какая-то часть вас живет в сфере магической. И вот перевод этой части из магической в рациональную и является в данном случае методом работы со страхом. Страх есть всегда магическая сфера. Сфера иррациональная. И для того, чтобы снять блок, нужно понять, чего вы боитесь. Найти это и тогда, благодаря вашему складу ума, вашей целеустремленности, вашему упорству, вы легко подберете стратегию под это обстоятельство, и оно перестанет быть для вас стрессогенным. Далее, о чем нужно сказать отдельно. Вы пишете, что у вас семья была неблагополучна. Судя по всему, вы были единственным ребенком в семье, и поскольку ваш отец бил вашу маму, то мужчина для вас это всегда человек слабый. Вот вы, наверное, понимали и понимали, и понимаете, что ваш папа бил маму не от проявления силы, а наоборот от без силы. И вы считали, вероятнее всего, свою маму слабой, раз она позволяла себя бить. И в противовес ей вы выросли наоборот. Сильный, независимый, авторитарный и так далее. Но это было реакционным поведением на модель вашей мамы, на модель отношений вашей мамы со всем. Реакционное поведение означает полярную форму его, противоположную форму его. Там, где ваша мама была слабой, вы сильны. Там, где ваша мама пассивная, вы активны. Это реакция. Нежелание повторять ее судьбу. Хорошо. Но в корне, в корне, и вы, и ваша мама все равно, скажем так, зависите от мыши. Она, ваша мама, зависит в одной форме, вы зависите в другой форме. Если ваша мама была зависима таким образом, что ее мужчина бил, ее мужчина подчинял, то вы, напротив, выбираете себе такого мужчину, который изначально слабее вас. Видимо, если подсознательного страха, что если вы выберете мужчину сильного, сильнее вас, то он так и не вас будет бить. И вот с этим страхом нужно работать. А также, необходимо научиться быть женщиной, традиционно, привычным понимать этого слова. То есть, уметь быть слабой, позволить себе переложить ответственность за поступки и принятие решений на мужчину. Хотя бы какую-то час. Возможно, вы не давали своим мужчинам это дело. В результате чего и произошло то, что произошло. И здесь, здесь, очень хотелось бы задать вам вопрос. Когда вы описывали историю с детьми, вы говорили, что болели гриппом, что, собственно говоря, мужчина вас оскорбил, обидел. Из этого письма не совсем понятно, то, какое вы себя описываете, появилось после второго развода. После того, как вы остались с детьми одна и стали жить независимо. Или так было всегда. В зависимости от ответа на этот вопрос и в соответствии с тем, что было сказано ранее, и будет вырабатываться стратегия работы с вами. В процессе общения, естественно, в приватном режиме, можно будет постепенно переориентировать вас на поведение более зависимо от мужчины, более слабо и в этом находить силу. Пока что вы стараетесь подсознательно быть ничем не слабее мужчины и именно этим отталкивать мужчин. Потому что мужчина не хочет жить с еще одним мужчиной по характеру. Женщина – это дополнение мужчины. Женщина – это вторая половинка мужчин. И у вас, по сути, есть выбор. Либо вы соединяете свою жизнь с тем мужчиной, который будет вам безговорочно и полностью подчиняться откровенно, то есть слабее вас. Либо, собственно говоря, научитесь быть слабой и позволите мужчине, настоящему, сильному, уверенному в себе мужчине, взять ответственность хотя бы частично за вас, на себя. Собственно, то, что и первый, и второй муж у вас были в зависимости один от наркотиков, другой от алкоголя – это не случайно. И этот момент тоже нужно проработать. Почему вы мирились с этой зависимостью? Почему вы считали, что мужчина, имеющий такую, скажем так, особенность, может сделать вас счастливой? На что вы надеялись? Почему вы соединяли свою жизнь с ним? На эти вопросы нужно отвечать, разбираться и тем самым познавать себя. Надеюсь, что я немножко ответил на ваш вопрос. Если у вас остались какие-то уточнения, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Я желаю вам принятия верного решения относительно своей дальнейшей жизни. Желаю вам выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним для решения своих проблем. И тогда у вас все наладятся. Пока. Хочу еще пожелать вам...